При поддержке председателя Совета отделения торгово-промышленной палаты Ленинского городского округа Владислава Рымши сотрудникам организации «Союз семей военнослужащих России» вручили ноутбук, который позволит быть более мобильным в своей работе. Миша, спасибо еще раз. Спасибо, спасибо, спасибо. Можно я вас обниму? Помощь с подачей заявлений в различные ведомства, введение документа оборота – это только малая часть работы сотрудников Союза. Проект благотворительный. Ему оказывает поддержку администрация округа и нервнодушные жители. Одним из них оказался Михаил Голубев. Он сразу отреагировал на просьбу и выделял технику для работы организации. Пройти мимо – это, мне кажется, какой-то грех. Потому что, ну зачем? Если ты можешь помочь, помоги. Михаил занимается благотворительностью давно. У него к этому лежит душа. А также на добрые дела его направляет Вера. Десяти лет я являюсь алтарником в городе Видное, вот, в Георгиевском храме. Мы еще и по дяканам у епископа Тихона. Это в Екатеринском храме, в Расторгуево. Вот, ну, скажем, там, наверное, и воспитали совесть. В нашем муниципалитете действует социальный проект «Клуб жен мобилизованных», который в 2022 году организовала Анна Морозова. Она лично проводит консультации с семьями и помогает в получении юридической, социальной и психологической помощи. Так как ей приходится очень часто ездить по семьям военнослужащих, и не у всех есть стационарные компьютеры, либо ноутбуки, и некоторые обращения нужно делать в режиме онлайн. Сейчас Анна может проконсультировать до десяти человек в день, когда ранее их количество было не больше трех. Она отмечает, что получение техники позволит ей выполнять больший объем работы за короткий срок. Раньше это занимало от суток до трех. Нужно было собрать информацию, нужно было доехать до компьютера, найти время, чтобы сесть за этот компьютер. А теперь все это раз и здесь. Администрация Ленинского городского округа оказывает поддержку военнослужащим и семьям мобилизованных. Это могут быть генераторы, могут быть бензопилы, могут быть специальные приспособления для подготовки, обустройства себе, блиндажей и так далее. То есть вот это основные вещи, если по бойцам. А по гуманитарной помощи здесь семьям или детям, ну это в основном список банальных вопросов. Где-то детский сад помочь, вопрос решить, где-то бытовые условия улучшить, какие-то домашние, в том числе и с коммунальными службами. Работа Союза семей военнослужащих России и Клуба жен мобилизованных продолжается. А это значит, что у каждого есть шанс внести вклад в общее дело.